Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы с вами поговорим на тему одного вещества, которое вы все хорошо знаете, все в своей жизни явно ощущали по запаху, но наверняка не знаете, как оно называется и как оно может нам помочь совершенно в разных областях нашей жизни. Меня зовут Русский Хован, мы с вами на канале Процветок. Поговорим сегодня о веществе, которое называется геосмин. Геосмин – это удивительное пахучее вещество, которое имеет характерный запах прелой земли, запах дождя, запах мокрого леса. Иногда геосмином пахнет вода из водопровода, мы говорим тогда, что она пахнет болотом. Иногда запах геосмина характерен для мяса пресноводных рыб, для карасиков, для карпов, для щук, что они пахнут болотом. Все это геосмин. Продуцентом геосмина являются удивительные почвенные и водные бактерии, которые относятся к актиномицетам. Это очень распространенная группа. Практически никакие другие бактерии не могут производить это вещество. Удивительно оно еще и тем, что человеческий нос чувствует его в очень-очень низких концентрациях. Поэтому даже очень ничтожное содержание геосмина в воздухе, если он испаряется из воды, например, или поднимается с каплями дождя, дождь ударяется о почву, и частички почвы поднимаются вверх, таким образом насыщая воздух запахом геосмина, мы его ощущаем в мельчайшем количестве. Опасен ли геосмин для здоровья? Совершенно безопасен. Поэтому если вас волнует запах воды из водопровода, что она пахнет болотом, и вы переживаете, что это опасно, нет, это безопасно. Геосмин является самой настоящей головной болью для коммунальщиков. Ведь на самом деле, кроме актиномицетов, я сказал, что почти никто не может производить, так вот еще группой микроорганизмов, бактерий тоже, которые могут производить это вещество, являются цианобактерии или синие-зеленые водоросли. Они могут развиваться в определенные периоды лета и придавать воде, где забирается вода из открытых источников для питья, для бытовых нужд, придавать этой воде вот такой вот запах. При этом очистить воду от геосмина практически не представляется возможным. И, к сожалению, тогда коммунальщики получают такие незаслуженные тумаки и какие-то претензии в свой адрес. Что ж, этого бояться не стоит. Для того, чтобы избавиться от запаха рыбы, такой болота, да, именно, необходимо обработать мясо рыбы, например, лимонным соком. Дело в том, что геосмин довольно неустойчив к кислой среде и очень быстро разлагается. Поэтому, если вы чистите рыбу и она пахнет болотом, в этом случае вы можете легко избавиться от запаха, просто добавив лимон, ну или какой-то кислый компонент. Тот же томат или яблоки, томатную пасту, что угодно. Главное, чтобы там была кислая реакция. Где еще мы можем замечательно использовать геосмин? Если почва пахнет геосмином, это означает, что там много актиномицетов. Актиномицеты являются активными деструкторами целлюлозы. Мы их изучаем у нас в лаборатории. Ох, жалко, ох. Жалко, что запах не передается. Но здесь, в этой чашке, растут бактерии актиномицеты, выделенные ребятами нашего кружка. И они продуцируют геосмин просто с фантастическим количеством. Очень высокая концентрация. Поэтому чашечки очень запахучие. Пахнет действительно торфом, мокрым, размокшим торфом. Мы их отсаживаем и на фильтровальной бумаге испытываем, как они разлагают обыкновенную фильтровальную бумагу. Они ее буквально за неделю, 10 дней превращают в ничто, в какой-то бульончик. Поэтому, если почва пахнет геосмином, имеет такой сильный острый запах торфа, это совсем неплохо. В связи с тем, что геосмин продуцируется актиномицетами, в том числе с трептомицетами, бактериями, которые выделяют авермектины. Авермектины – это основа таких препаратов, как фитоверм и актофит. Вот у меня здесь есть открытая бутылка актофита. Я ее сейчас открою и специально понюхаю. У нее также, вот у препаратов авермектинов, у актофита и у фитоверма, если они настоящие, то у них должно быть два характерных запаха. Первый – это геосмина, а второй – это спирта. Такой довольно сильный характерный запах прелой земли. Если вы, когда разводите эти препараты, чувствуете этот запах, можете быть уверенными в том, что вам досталась неподделка. И еще одна такая польза от геосмина, о которой я сегодня хочу рассказать, это одно из определений, бытовое определение заболевания картофеля обыкновенной паршой. Обыкновенная парша вызывается, в отличие от других типов парши, не грибами, а бактериями, стрептомицетами. Стрептомицеты нам и помогают продуцировать вот это вещество, авермектины, с помощью которых мы боремся с насекомыми, клещами и даже нематодами, но также стрептомицеты и вызывают заболевания. Конечно, можно постараться избавиться от обыкновенной парши, просто подкисляя грунт и не используя золу для удобрения картофеля. Особенно порочным является опудривание картофеля мелом, известью или золой, или укладывание клубни и картофеля при посадке на подушку из золы. Это очень плохой способ. Лучше уж опудрите гипсом. Гипс немножко подкисляет и таким образом защищает картофель от обыкновенной парши. Так вот, эти стрептомицеты, которые поражают картофель, вызывают обыкновенную паршу, они также выделяют гиасмин. Если вы заходите в картофель-хранилище, опускаетесь в подвал, в погреб и чувствуете сильный запах земли, прелый такой запах, в этом случае вы можете быть уверены, что возбудители этой болезни тут как тут. Это не значит, что они вызовут вспышку обыкновенной парши, но с большой долей вероятности они потихонечку подъедают ваш картофель, ожидая, когда вы его посадите, и чтобы перекинуться на молодые клубни. Для того, чтобы быть уверенным, поражен ваш картофель обыкновенной паршой или нет, кроме внешних признаков, осмотра, да, такие оспины, ну, типичные паршины такие на поверхности картофеля. Так вот, чтобы вам в быту легко было определить тип парши, обыкновенная парша, это бактериальная или грибная, а надо помнить, что фунгициды, максим и там все остальное абсолютно неэффективны против обыкновенной парши картофеля. Она же бактериальная, не грибная. Так вот, положите картофель в пакет, завяжите плотно, можно даже помыть картофель от частичек земли предварительно, и вот такой влажный уложить в пакет. Через 3-5 дней откройте пакет и понюхайте. Если вы будете ощущать явный и сильный запах прелой листвы, земли, мокрого торфа, в этом случае вы можете быть уверены в том, что ваш картофель поражен обыкновенной паршой. Химической защиты от нее нету. Вам обязательно придется приобретать или размножать дома большое количество бактериальных препаратов, таких как бактоген, таких как фитоспорин и других, для того, чтобы обработать клубни перед посадкой и защитить свой картофель от этого заболевания. Что ж, вот такая вот история с веществом геосмин, которое и в водопроводе, и в рыбе, и в средствах защиты растений, и в земле, и даже на больном картофеле. Надеюсь, этот нетривиальный выпуск, откровенно говоря, я искал что-то на эту тему у других блогеров. Есть ли хоть что-то подобное? Нет, ничего подобного ни у кого не нашел. Если это вам оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал про цветок. Будьте с нами, не пропускайте. С нами очень интересно. Всего хорошего!